Урок окончен, дети. И не забудьте, что сегодня Хэллоуин. Да, мы помним. Вот я сейчас пойду, переоденусь в ведьму и буду собирать конфеты по домам. А идем вместе? Нет, я лучше сама. Мне больше достанется. Стойте, детишки. Я хочу вам рассказать одну историю. Это очень важно знать. Когда я был маленький, родители оставили меня у бабушки на Хэллоуин. Хэллоуин, бабушка, дай мне, пожалуйста, тыкву. Ну, наконец-то ты взялся за ум. Решил кушать полезную пищу? Нет, тыква мне нужна не для еды. Я хочу вырезать светильник Джека. Вот еще. Только испортишь продукт. И ради чего, спрашивается? Ради этого дурацкого праздника. А ты не любишь Хэллоуин? Не люблю. Почему? Когда я была еще девочкой, мы с моей сестрой-близняшкой часто ходили выпрашивать конфеты во время этого праздника. Дорогой, там кто-то стучит. Открой, пожалуйста. Конфеты и жизнь! Ой, дорогая, тут две очень страшные девочки. Принеси конфет с кухни, чтобы они поскорее ушли. Это они меня больше всего испугались, потому что у меня шляпа ведьмы. Поэтому я заработала больше конфет. Так нечестно. Я думаю, что они испугались больше меня. Ведь на мне рожки чертика. Нет, меня больше. Нет, меня. Так, знаешь что? Я теперь буду сама ходить и выпрашивать сладости. И не придется ни с кем делиться. Ну и ходи. Я без тебя и то больше насобираю. Мы тут уже все дома обошли. Где же еще конфет собрать? В нашей округе остался только дом, в котором поселился новый жилец. Нужно поспешить туда, а то вдруг сестра опередит меня. Кто придет к нему первой, тому больше достанется. Открывайте! Сладость или гадость? Убирайтесь отсюда, попрошайки! Я еще раз спрашиваю, сладость или гадость? Девочка, а ты что, одна тут? Да, я сама хожу. Я уже взрослая. Ага, умница. Ну ты заходи, не стесняйся. А то на улице зябко. Так что вы выбираете, дяденька? Сладости или гадости? Конечно, гадости. Ха-ха-ха-ха. А-а-а, помогите! Сестра? Кажется, она попала в беду. Нужно вызвать полицию. Полиция быстро приехала и арестовала маньяка. Но с тех пор моя бабушка не любит Хэллоуин. Так что нам теперь дома сидеть? Пока другие дети вместо нас будут собирать сладости по квартирам? Нет, конечно. Просто ходить нужно в компании, чтобы плохие люди не могли причинить вам вреда. Даже если вас будет двое, то вероятность попасть в подобную переделку очень мала. Ладно. Тогда идем вместе. Хорошо. Только сладости делим пополам. Договорились. Автор идеи этого мультфильма – Жасмина Лайв. Всем привет! Сейчас я прочитаю 10 случайно подобранных приветов. Но перед тем, как это сделать, я хотел бы объявить конкурс на лучший сценарий. Напишите в комментариях очень кратко, захватывающий и логичный сюжет к мультфильму. Вот внизу образец. Автор лучшего синопсиса, на мой взгляд, я укажу в титрах к ролику. Ну а теперь перейдем к приветам. Поехали! Дани, привет! Суник Слима Унигорн, привет! Яна Яшина, привет тебе! Лина Фанлина, привет! Малинка Каролинка, привет! Фри Файр Гейм, привет! Игры и многое другое, привет тебе! Денис Бро, привет! Чувство Юмора, привет! Кот Андроид Ютубер, привет! Ну и конечно же подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Пишите в комментариях комментарии, ну и передавайте приветы. Делитесь с друзьями в соцсетях. Ну и в принципе на этом все. Всем пока!